Всем доброго времени суток, друзья! Тема такая, человек с вами искренний или он что-то мутит? Вообще, что за тема, пошире раскрою. Это у тех, в ком вы действительно можете сомневаться, потому что есть ли действительно идеальное отношение между вами, если человек реально, и вы это знаете на 200% искренний, то, естественно, подводить под монастырь таких людей, которые позитивны в вашей жизни, и которым вы можете быть благодарны, которые вам благодарны. Естественно, не стоит. Но если есть вот какая-то такая вот, знаете, ниточка непонимания, когда вы ощущаете, что что-то не то, или новый человек, и вы еще пока не разобрались, насколько он действительно искренний, вот как он к вам относится, вот это можно смотреть. Можно смотреть отношения, которые касаются партнерских, сексуальных отношений, рабочих, деловых, каких-то по договоренности отношений, родственных, все это можно смотреть в этом раскладе. Почему? Потому что я всегда говорю о том, что любые отношения, это прежде всего отношения, то есть любой человек, это прежде всего человек. И не важно, он инспектор ГИБДД, или он является строителем, который приходит и делает для вас какую-то работу. Тут тоже вы можете понять, искренне человек относится к своей задаче, или у него есть какие-то подводные такие камни, и он может вас обмануть. Вот такие вот вещи тоже давайте посмотрим. У нас получается три позиции. На первую позицию пойдет картошечка, на вторую желудь, на третью у нас идет грибочек, великолепный шампиньончик. Вот так расположились позиции. Как вам больше нравится, хоть по порядку выкладки, первая, вторая, третья, хоть по порядку открытия мною, как вам больше нравится, так и выбирайте. Главное, чтобы интуитивно было. Для тех, кто хочет на эту или другую тему получить индивидуальный расклад, свой личный видеофильм, консультацию в первом прикрепленном комментарии и в описании к этому видеоролику, ссылочка на видео, где подробно и с уважением к вам рассказывается, как именно вы для себя можете получить консультацию личного порядка. И для тех, кто выбрал сегодня позицию номер 3, давайте посмотрим, что нам сегодня вза-правдашний черный расскажет. Трублэк, давайте по грибочку пройдемся. Сигнификация ситуации. Но вы знаете, здесь может быть человек не столько каким-то мутным, здесь мутности особой нет, но человек может быть заблуждающимся или неопытным в каком-то вопросе, который вот здесь, знаете, из области какого-то дискомфорта в общении или какого-то недопонимания по дурости. Вот может быть такая ситуация. Не потому, что человек какой-то супер мутный, а потому, что либо вы недопоняли, либо человек не очень хорошо понимает атмосферу и ситуацию, в которой он оказался. Но старается действовать сообразно ситуации адекватно. Вот это есть у него. Что касается конфликтов, ну да, если даже возникнет какой-то конфликт, человек будет пытаться сохранять лицо все-таки. Если не про вас позиция, вы четко понимаете, что нет, не моя, перезагадывайте позицию, потому что здесь именно так будет идти трактовка, судя по тому, что мы видим сейчас. Человек не хочет казаться плохим. Человек хочет, чтобы вы воспринимали хорошим специалистом, хорошим человеком, да, вот элементарно по душевным качествам. Но при всем при этом, человек может быть излишне поверхностным. То есть он может не понимать какие-то глубинные смыслы того, что происходит. Вот этот момент здесь может быть. То есть вот в какой-то непоследовательности, в какой-то немножечко неопытности, неправильной соображалки можно обвинить человека. Но нельзя сказать, что это человек, который мутит за спиной. Человек, который может сделать неправильный выбор, человек может пойти в сторону чего-то или кого-то более авторитетного, но это сулит ему проигрыш, которого он пока что не в силах понять, пока он не столкнется с этим явлением. Ну, вы знаете, здесь я не могу сказать, что очень теплое какое-то отношение к вам, но человек вас воспринимает всерьез. И здесь человек может говорить о том, что либо рядом с вами есть какой-то покровитель, который финансово может закрывать большую часть ваших вопросов, либо это может быть ситуация, когда человек считает вас человеком при деньгах и считает, что в этом ключе, может быть, даже ему с вами не тягаться. То есть вот здесь вот именно финансово не получится. Но при всем при этом свои средства, даже если будет переживать по поводу того, как и где они будут реализованы, он вам доверить сможет, хотя будет переживать о том, что не получится, что потом обратно их не вернет как-то. Вот, да. Считает вас хорошим специалистом, который тоже пошел неправильной дорогой. То есть вы как раз-таки два человека, которые могут друг друга обвинить в том, что оба поступают неправильно. И здесь он вас недопонимает или она однозначно. У кого-то имя Татьяна здесь будет проигрываться. Здесь можно очень точно сказать, что реально человек действительно не совсем хорошо понимает то, что делаете вы, особенно в финансовой сфере. И вы можете заблуждаться относительно того, что делает человека. Вот здесь именно недопонимание, ложная информация и неправильный выбор на лицо. Но то, что человек прямо вот за вашей спиной, мутит, нет. Однако ему про вас могут говорить, что вы как-то нечистоплотно поступаете. И вот от этого может быть и неправильный выбор человека в том, что делает он. Кто-то загадал здесь бывших именно. Но вы знаете, здесь даже может говорить о том, что да, ну да, Нинка бывшая, но с ней дела делать можно. То есть она нормальная, она адекватная. Человек может понимать, что вы умный. Он ощущает, да, вот ваш интеллект и может быть даже какую-то подавляющую составляющую вашего интеллекта. Его, знаете как, он может обвинять вас. Вот ощущение зеркала, да, в этой ситуации. С одной стороны, он может обвинять вас в эгоизме, а с другой стороны, вы можете видеть, что на фоне инфантильности самого человека, он проявляет себя в эгоистичных каких-то таких вот порывах и вариациях. И это может достаточно явно и четко в определенных ситуациях вылезать. Здесь, знаете, если на чаты между вами какие-то дела, человек собирается их доделать. Если что-то он у вас брал, то, скорее всего, он это будет собираться вам вернуть. Это здесь есть. Однозначно. Ну и, конечно, здесь, знаете как, человек не хочет конфликтовать по поводу финансового какого-то вопроса, но при всем при этом он может попытаться немножко сманипулировать, не потому, что он вообще, да, вот человек такой с определенным замутом в жизни вообще, а потому, что ему покажется, что это вот тот случай, когда можно было бы поманипулировать. Ну вот, как всегда, просчитается здесь. Это нужно ему учитывать, опять же. Ваши перспективы. Ну, вы знаете, если вы с этим человеком, скажем так, одной крови из одной семьи, то здесь может быть общение только тогда, когда или вы, или он, да, но здесь не потому, что и вы, и он можете друг к другу обращаться периодически, а больше кто-то из вас, вот только у вас ситуация общения, когда либо вы постоянно имеете какой-то вопрос к человеку, и он вам отвечает, либо когда человек этот вас затрагивает постоянно, все равно кто-то это делает чаще. И вот здесь больше в форме ответа, а не потому, что люди очень хотят пообщаться друг с другом. Может быть, ситуация, когда закроется какая-то общая компания для вас, в которой вы могли проводить время, и у каждого останутся свои друзья, которые как будто бы защищать будут, да, вот, ваши вас, его друзья будут защищать его, или даже семья у кого-то может по настроениям вот таким расколоться на два лагеря. Ну, здесь, знаете, история какая-то такая, когда вам не нужно отдавать, снимать последние трусы этому человеку, играть в поддавки, соглашаться на все то, что человек хочет в данной ситуации, ну, и попытка через большие разрушения одержать победу не принесет большого успеха, потому что потом отношения уже нельзя будет как-то вот восстановить в каком-то адекватном варианте. Что вам делать? А вы знаете, отдохните, расслабьтесь, пересмотрите вообще эту ситуацию, посмотрите в другую сторону и оставьте это на более поздний срок. То есть, вот не время рассматривать сейчас тот вопрос, который может возникать между вами. Пока что позиция такая, когда, вы знаете как, вам лучше просто посмотреть на что-то другое, просто заниматься чем-то другим, переключая свое внимание, а судьба сама расставит все по своим местам и это может произойти где-то в ближайший год от полугода до года у кого-то. Хотя по поводу некоего дела может быть достаточно жесткий здесь конфликт и может быть провокация на предательство, особенно если будет очень много людей, которые то вам, то этому человеку на ушко будут всякие бакости нашептывать. Здесь поэтому может быть лучше и воздержаться от какого-то активного общения для того, чтобы каждый из вас имел собственный шанс на то, чтобы реализовать какие-то свои темы, какие-то свои планы, не обвиняя ни в чем другого, потому что сейчас вас могут действительно попытаться столкнуть лбами и возможно есть люди, которые будут говорить разные неприглядные вещи то вам, то задуманному лицу. Для тех, кто выбрал позицию номер номер 1 картошка у нас, давайте тут посмотрим. Давненько у нас цыганских карт не было, на них есть обзор в плейлисте обзоры колод Таро и Оракулов, заходите и смотрите, потому что часто спрашивают, а что это у вас за колода. Заходите на просто канал, выбирайте плейлист и смотрите, либо просто забиваете, допустим, цыганские карты, обзор лучик света Таро, ведьма. И все, и вам выдается. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, здесь есть, здесь есть проблема, здесь есть однозначно, возможно, в результате какого-то собрания, да, вот нескольких людей, знаете как, позор на достаточно широкую аудиторию, когда возникла неприятная ситуация, у которой были свидетели. И эти свидетели, кстати, это было в достаточно позднее вечернее время, кто-то из них делает вид, что ничего не заметил, не видел, ничего по этому поводу сказать не может, но есть и те, которые запомнили четко, что происходило между вами и этим человеком. И это была история весьма и весьма неприятная, то есть здесь именно была встреча, в результате которой произошли определенные неправильные события. И вот здесь как раз таки, искренен ли человек, эмоции однозначно по вашему поводу есть со стороны человека, но я не могу сказать, что это искренность, однозначно несогласие с вами есть по какой-то причине и по какому-то вопросу вам лучше знать, исходя изнутри, да, вот взгляда на ситуацию, что это за несогласие, потому что, видимо, вам это было озвучено. И здесь вы должны понимать, что, наверное, чего-то хорошего от человека ждать не стоит. Человек может обвинять вас в излишней эмоциональности, кто-то даже может сказать, ой, у нас у кого-то имя Арсений, имя Ксения, там могут говорить о том, что, ой, Арсюшка, там у нас слабенький напередок и так далее, то есть вот такие вещи могут говорить. В какой-то мере, особенно если это бывшие любовники, они могут говорить о том, что, или там муж с женой в ссоре, когда могут говорить о том, что, если в человеке есть какая-то чувственность, что это не чувственность, а распутство какое-то, в этом направлении вести разговор и могут вас воспринимать, как человека, который ходит по каким-то своим неправильным делам в неприличное время, то есть могут обвинять вас, грубо говоря, в том, что вы шлюпка любого рода, хоть мужского, хоть женского. У человека есть к вам интерес, но я вам могу сказать так, что здесь любовная лодка разбилась о быт, или если это дружеские или рабочие отношения, то та симпатия, которая была здесь между людьми, она деградировала, и деградировала достаточно серьезно из-за того, что получили новость, получили известие, полазили в телефоне, получили новость либо о других людях, особенно у женщины, о другом мужчине это могла идти речь, либо о том, что человек неправильно поступил с деньгами, ну то есть, вот например, от вас утаил какую-то сумму или куда-то ее там увел-завел, и вот это как раз таки не позволит в ближайшее время наладить отношения, полные взаимопонимания. здесь сроки могут быть достаточно долгие, то есть, если вопрос в днях, то это до полутора-двух недель, если вопрос такой глобальный, там месяц, два-три, то это и больше полугода может быть, как налаживание ситуации, но при всем при этом человек может быть не совсем адекватен по отношению к вам. Перспективы. Ну, вы знаете, если вас связывают какие-то дела финансового характера, то вы можете встретиться для того, чтобы эти дела обсудить. И если вас связывает что-то, кроме просто личных взаимоотношений, даже если вы друзья, но между вами финансовые какие-то вопросы остались незакрытыми, да, вы в конфликте и прочее, то здесь могут решиться эти вопросы, более того, у кого-то еще и попутно заодно называется, а давай заодно и переспим, почему бы и да, все равно же мы с тобою там, да, когда-то общались. То есть здесь могут даже достаточно интимного характера делаться предложения, но вряд ли они будут иметь какой-то далеко идущий смысл. Здесь смотрите сами, это ваше дело, отвечать, не отвечать на такого рода предложения. Вы знаете, не верьте тому, что говорят о человеке, постарайтесь рассмотреть в нем какие-то позитивные стороны. И если есть финансовый какой-то вопрос между вами, то старайтесь не столько блюсти свои интересы, сколько решить его по-деловому, для того, чтобы отношения стали ну, несколько более веселыми, скажем так. Лучше это делать почему-то в позднее или темное время суток. Почему так выпадает? Вот кто его знает? Может быть, в это время суток как раз не будет знать тот человек, который сплетничает много о вас. Но здесь однозначно были люди, которые дали информацию, информацию не очень хорошую по поводу вас, а возможно и взаимно и по поводу вас, этому человеку и вам по поводу этого человека. Вот здесь может одному одно сказал, другому другое, а потом смотрю, ручки потираю, как люди ссорятся между собой. Это вот об этой ситуации. Первое, второе, третье компот. Компот из желудя нынче у нас желудевый. Поковеркали язык и хватит. Давайте посмотрим, что же здесь у вас. Опять же, смотрите сигнификацию. Если не ваша позиция, перезагадывайте. Ну, знаете, здесь самоутверждение у каждого. Бурлят, кипят эмоции, плюнуть в глаз хочется, желательно влево и с разбегу. И есть определенная ссора. Но здесь, опять же, можно сказать, что милые бронятся, только тешатся. Однако, фоновое недопонимание и фоновая мутность какая-то в отношениях, она здесь все-таки присутствует. Для кого-то это люди, которых вы знаете давно или люди из прошлого. А также кто-то боится демонов своего прошлого, что они всплывут, да, вот наружу. И тот человек, которого вы здесь рассматриваете, может что-то узнать об этом. Что-то не совсем приятное для вас. Но здесь перспективы примирения, согласия, взаимопонимания, они, несмотря на острые такие, достаточно первые арканы, они присутствуют. Человек может вас обвинять в том, что вы что-то делаете в его адрес, магическое и так далее. Или считать, что вы слишком уж, да, вот, официальный. Здесь могут обвинять в том, что, ой, я там, допустим, Степашку боюсь, потому что он пойдет, сейчас что-то напишет куда-то там и так далее. То есть здесь такое интересное восприятие у человека, что вы чуть ли не всемогущий какой-то, Брюс всемогущий, да, и что вы можете сделать какой-то ата-та-попе ему за то, что он сделал ваш адрес и может даже обвинять в этом, то есть говорить о том, что, ой, на Маринку не посмотри, она сразу бежит жаловаться там то папе, то начальнику, то там еще кому-то в зависимости от ситуации, в которой вы находитесь. Поэтому здесь вот, ну, специфическое, видите, специфическое отношение человека к вам. Может вообще говорить о том, что да, она или он выбирает деньги, ему не интересен я как личность, потому что человек выбирает деньги, а у меня этих денег недостаточно, то есть вот вас здесь могут обвинять в некой меркантильности. Состояние, когда, видимо, вы человеку что-то не спустили такое, не очень хорошее с рук, потому что человеку кажется, что потрепала его эта ситуация изрядная, и он ощущает определенную утрату в том, что происходит. Однако и вас, возможно, этот человек ранил, потому что то ли вы, то ли он в определенный момент по-хитрому, по-английски предпочли свалить. Вот это та ситуация, где муть определенная, она присутствует, но в то же время и присутствует притяжение между людьми, которые здесь рассматриваются. Перспектива, ну смотрите, если вы девушка знака земли или огненного знака, такая строгая, то тогда вы будете дальше играть главную скрипку. Ну а если не вы, эта дама, то тогда может быть вмешательство определенное женщины, подходящей по характеристикам к вышеобозначенному. Ну вы знаете, вот здесь история такая, что если вы уже договорились с этим человеком о чем-то, то скорее всего человек уже сделает это. Хотя вот видите, мута тенечка какая-то была здесь, но человек может быть это переборет и сделает. Но смотрите опять же, может сделать, а потом забрать то, что сделал. То есть вот знаете, здесь какая история, капризничает. Вот это из области, например, подготовить документы, прийти на встречу, принести их, а потом сказать, ой, ну ты такая вся гордая, ну не надо, я тогда заберу их. То есть вы знаете, такое поведение, когда вроде бы все и сделал, а вроде бы в последний момент взял и жидко пукнул. Вот как-то не очень красивое поведение. Вроде бы, знаете, как начали за здравие, закончили за упокой. Будем дальше смотреть, что вам с этой красотой делать, потому что человек ох, как непрост здесь. И здесь человек понимает, что что-то теряет. Может быть, он за это что-то, если вы знаете, что именно он теряет, может быть, он за это будет цепляться, но не очень хорошими методами. Это не тот человек, который скажет, ты знаешь, там мне без тебя плохо, или вот мне в этой ситуации нехорошо, давай сделаем так. нет, он будет именно втихаря гнуть свою линию, чтобы не подумали, что он что-то просил. Перспективы того, что вам придется материальное делить, придется делить как минимум на двоих. То есть, одному кому-то не достанется то, что вы планировали, но еще общение с этим человеком предстоит. Не советуют очень серьезно обижаться на этого человека и эмоционировать. Тем более, впутывать сюда женщину, знака воды или воздуха, капризную эмоциональную такую даму. Здесь больше история, когда нужно отдать предпочтение семейным ценностям и более честному отношению друг к другу. Постарайтесь почувствовать, что именно на самом деле нужно человеку, тогда вам будет легче с ним общаться. Потому что вполне возможно, то, что человек декларирует и то, что он говорит из того, что ему хотелось бы получить, это не совсем то, что он вам рассказывает. Поэтому здесь постарайтесь отпустить груз ответственности, груз сказанных слов уже на сегодняшний день и пойти тем путем, то есть не цепляйтесь за то, что если человек вам не хочет что-то отдавать, он вам это не отдаст. Как говорится, деньги можно забрать только у того, кто собирается их отдать. В противном случае это будет рэкет или какая-то очень сложная ситуация проблемная. Поэтому попробуйте отпустить ситуацию, отойти в сторону. предварительно сказав человеку, что я хотел бы получить от тебя четкий ответ, что тебе нужно на самом деле, чтобы я понимал. Давай на чистоту. Но не факт, что человек согласится на чистоту, не у всех так произойдет. Поэтому здесь, если есть перспективы расставания или завершения жесткого этой ситуации, скорее всего, так и нужно сделать. Я желаю всем удачи и благополучия. Ключевой момент здесь зрить в корень, конечно же. И это будет очень важно, когда вы понимаете истину, что на самом деле человек хочет, тогда вам будет легче принимать решения в этой ситуации. Всем, друзья, до встречи. До свидания.